Добрый день. Темой сегодняшней нашей видеолекции будет острый холецистит. Наша лекция будет включать следующие пункты. Это актуальность темы, анатомы и физиологические сведения, этиология патогенеза острого холецистита, патологическая анатомия, клиническая классификация острого холецистита, клиническая картина и диагностика острого холецистита, дифференциальная диагностика острого холецистита и хирургическая тактика при остром холецистите. На этом слайде вы видите схематически изображенную проекцию печени на переднюю грудную и брюшную стенку. Здесь вы видите вид печени сверху. Имеет место правая доля, левая доля, которая разделяется лигаментом фальциформы гепатис, и также видна часть дна желчного пузыря. На этом рисунке – это вид снизу. Схематически изображены кровеносные сосуды печени и желчного пузыря. Здесь же изображена артерия гепатика проприя, вена порта, вена мизонтерика супериор, артерия гастродуаденалис, артерия гепатика коммунис, правые и левые ветви артерии гепатика проприя. Здесь, на этом слайде, изображены нервы, ворот печени и толчного пузыря. Поговорим немного о функции печени. Основными моментами являются, первое – это участие в обмене углеводов, жиров, белков, пигментов и многих гормонов, а также функция желчеобразования. Во-вторых, печень выполняет защитную функцию благодаря клеткам Купфера. И в печени вырабатывается гамма-глобулин. Здесь изображена условная схема физиологического цикла обмена билирубина в человеческом организме. На этом слайде представлена анатомия желчного пузыря и желчных протоков. Здесь мы видим дно желчного пузыря, тело желчного пузыря и шейку желчного пузыря. Правые и левые – печеночные протоки, соединяющиеся и образующие общий печеночный проток, дуктус циастикус, то есть пузырный проток. После слияния их образуется дуктус холедохус. Ну а далее здесь также схематически изображен сосок, большой дуодональный сосок 12-перстной кишки с падающим в него холедохом и отдельно впадающим здесь второй проток – это дуктус панкреатикус. Хотя существуют определенные моменты в образовании составных элементов большого соска 12-перстной кишки. Здесь мы имеем рисунок, посвященный вариантам анатомии артерии цистика под нашим другим элементам, находящимся в гепатодуоденальной связке. Как вы можете видеть, вариантов падения несколько, вообще анатомических вариантов, особенно редко встречаемых, еще больше. Об этом надо всегда помнить. Почему? Потому что любая неверная манипуляция с артериальным руслом в этой зоне может привести к трагическим осложнениям вплоть до фатальных осложнений. То же самое касается и вариантов соединения пузырного и общего желчных протоков. Их большее количество. Здесь, скажем так, основные. Но, тем не менее, опять же, мы должны помнить о различной вариабельности соединения пузырного и общего желчных протоков. Опять же, если мы не будем помнить об этом, то манипуляции в этой зоне могут привести к фатальным и смертельным осложнениям у пациентов. Здесь на рисунке представлена топография образований печеночно-двенадцатиперстной связки. Это и вена порта, и дуктус, холедохус, и гепатика артерии, гепатика проприя. Клинико-морфологические формы острого холецистита Это неосложненные формы острого холецистита, к которым мы относим острый катаральный или простой холецистит. И осложненные формы, к которым мы относим флегмонозный, гангренозный. Также здесь не указан, но он имеет место быть гангренозно-перфоративный, когда возникает перфорация стенки желчного пузыря. Клиническая картина и диагностика острого холецистита. Во-первых, мы имеем неспецифические симптомы. Каковы же они? Это приступы боли в правом подреберье. Как правило, возникновение этих приступов связано с какой-либо погрешностью в диете, скажем так, либо употреблением обильного количества пищи, особенно жареной, жирной, острой, либо употреблением спиртных напитков. Пациенты предъявляют жалобы на рвоту пищи, а тем рвота с примесью желчи. Имеют место быть диспептические явления, также сухость во рту, чувство горечи во рту, субфибрильная температура. Хотя при гангренозных формах температура может носить и более выраженный характер. А с присоединением осложнений, таких как, например, холонгит, то температура чаще всего носит так называемый гектический характер. Пациенты могут предъявлять жалобы на метеоризм, защитное напряжение мышц в правом потребении, при пальпации вы можете обнаружить, высокий ликоцитоз в крови, желтушность кожных покровов, гипербилирубин и миа за счет прямой фракции, повышение уровня щелочной фосфатазы кровью. Это все у нас не специфические симптомы. Поговорим теперь с вами о патагномоничных симптомах. Их существует, как и в случае аппендицита, намного больше, но не имеет никакого смысла проверять сотню этих симптомов или даже 50, или даже 30, или 20. В принципе, вполне достаточно того, что если у вашего пациента будут положительные, вышеоказанные симптомы, этого будет вполне достаточно, чтобы выставить диагноз острого холецистита. Каковы же эти основные симптомы? Симптом Захарьина. Когда этот симптом будет положителен? Он будет положителен, когда мы будем выполнять, например, поколачивание по области проекции желчного пузыря на переднюю брюшную стенку. Так вот, если при поколачивании болевой синдром становится более интенсивным, мы будем говорить о том случае, когда симптом положительный. Симптом МЮСИ или правосторонний френикус симптом определяется просто. Мы находим ножки мускулюс стерноклеида мастеидов и пальпация в этой области у пациента в случае положительного симптома будет болезненна. Симптом Боткина или его еще называют холецистокоронарный симптом. Что это за симптом? Это наличие загрудинных болей и шимических изменений на электрокардиограмме у пациентов с острым холециститом. Симптом КЕРА. Когда, выполняя пальпацию в области проекции желчного пузыря, мы будем просить больного глубоко вдохнуть. Так вот, на высоте вот этого глубокого вдоха усиление болевого синдрома будет говорить о том, что этот симптом положительный. Симптом Боаса. Это гиперостезия и болезненность в области поперечных отростков 12-го, 11-го грудных и 1-го поясничного позвонков. Симптом Лиховицкого. Симптом Лиховицкого. Когда мы надавливаем на правую половину мечевидного отростка. Тоже будет положительным в случае возникновения болезненности во время выполнения этой манипуляции. Имеет место быть также симптом Пруазье, хотя он более характерен для случаев, когда пациент имеет либо опухоль головки поджелудочной железы, либо опухоль большого соска 12-ти перстень кишки. Но, тем не менее, в определенных ситуациях у больных с острым холециститом он также может быть положительным. Чем он проявляется? Это большой перерастянутый безболезненный при пальпации желчный пузырь. Это все происходит. Почему? Потому что общий желчный проток блокирован для желчи. А также локальный симптом Щеткина-Блюмберга, то есть симптом перитонита. Опять же, не у всех в случае осложненного острого холецистита этот симптом будет отрицательным. Дополнительные методы диагностики острого холецистита. К ним относится клиническое биохимическое исследование крови, ультразвуковая диагностика органов гепатопанкреатобилярной зоны, который является одним из... Этот метод является одним из золотых методов диагностики острого холецистита. Лапароцентез и диагностическая лапароскопия выполняется, как правило, в случае крайней необходимости, когда постановка диагноза, правильного диагноза невозможна, то есть в действительно клинически тяжелых случаях. Обзорная рентгенография брюшной полости конечно обязана к выполнению, но мы должны помнить о том, что не всегда, например, конкременты являются рентген положительными, то есть в определенных ситуациях мы можем пропустить, если не будем помнить об этом правиле, пропустить камни в желчном пузыре, потому что бывают как рентген позитивные, так и рентген негативные. К следующим методам относятся холецистохолангиография, это инвазионная, когда перорально, внутривенно или инфузионно вводится компрастное вещество, очень информативно в случае, если мы имеем подозрение на патологию желчевыводящих протоков, также если мы имеем подозрение на какие-то патологические изменения в большом соске двенадцатиперстной кишки. Ну и вторым золотым стандартом диагностики острого холецистита является компьютерная томография печени, желчного пузыря и желчных путей. Позволяет получить адекватную картину состояния органов гепатобилиарной зоны и чем еще эта методика положительна, тем, что она является неинвазивной методикой диагностики. И последним это фиброгастро дуоденоскопия, которая позволяет нам определить состояние большого соска двенадцатиперстной кишки, а также в случае наличия какой-либо патологии, например, вклиненного камня, мы можем тут же выполнить удаление камня, выяснять давление желчевыводящих путев, тем самым осуществив не только диагностическую, но и лечебную манипуляцию. Лечение острого калькулезного холецистита. Лечение острых калькулезных холециститов своеобразно, и хирургическая тактика при них имеет свои особенности. Воспалительные изменения в желчном пузыре вплоть до флегмонозного состояния могут претерпевать обратное развитие, об этом мы должны тоже всегда помнить, на связи с этим при остром холецистите приняты такие виды тактики. Это консервативное лечение с активным выжиданием, то есть при сохранении явления воспаления производится операция. При стихании воспаления в дальнейшем производится плановая холецистиктомия. Каковы же принципы консервативной терапии? Она предполагает в себя, включает в себя постельный режим, диету, спазмолидики, инфузионную терапию для снятия интоксикации и воспаления, коррекцию водно-электролитных и энергетических потерь, двухстороннюю паранофральную блокаду по вишневскому антибактериальную терапию. Случаи неэффективности медикаментозной терапии, нарастания симптомов воспаления, появления признаков перитонита, все это служит показанием к операции, экстренной каков же алгоритм консервативной терапии. Это постельный режим, локальная гипотермия, то есть холодная область правого подберия, назначение ненаркотических аналгетиков, назначение хоренолитических спазмолитиков, ганглиоблокаторы, антибиотикотерапия, инфузионно-трансфузионная терапия. Какие мы имеем направления антибиотикотерапии? Это дооперационная антибиотика-профилактика, интероперационная антибиотика-профилактика и антибиотика-профилактика в послеоперационном периоде. Какие чаще всего мы используем комбинации антибиотиков широкого спектра действия? Это может быть комбинация цифтреаксона и метронидозола, либо комбинация ампицелина и метронидозола, либо больной получает цифрофлоксацин, опять же, комбинации с метронидозолом. На этом слайде приведена стандартная схема инфузионной терапии при остром холецистите. Инфузия проводится в объеме не менее 2-2,5 литров в сутки. Назначается раствор рингера, физиологический раствор, гемодез, дезинтоксикационный по показаниям для дезинтоксикации, раствор глюкозы, ну а также витаминотерапии как сопутствующую. Хирургическая тактика при остром холецистите. Когда мы выполняем экстренную операцию? Она выполняется в первые часы после поступления больного в стационар и показана, если у вашего пациента имеют место быть явления местного или разлет перитонита. Это может быть в случае гангрены пузыря, прободение перфорации стенки пузыря желчного перитонита, флегмонозный холецистит, также холецистит, осложненный импиемой, желтухой или холонгитом. Когда мы выполняем срочную операцию при остром холецистите? Она выполняется в течение 24-72 часов после поступления больного в стационар. Показана больным с острым флегмонозным холециститом, холецистопанкреатитом с клиникой при отсутствии эффекта консервативного лечения в течение 12-48 часов. Выжидательная тактика. Она показана всем больным с острым катаральным холециститом, которые не нуждаются в срочном оперативном лечении. Больным с острым катаральным холециститом проводится консервативная терапия. Операция предлагается в плановом порядке через три недели после стихания острого приступа. Каковы бывают осложнения этой патологии? Во-первых, это острый бильярный панкреатит. При остром калькулезном холецистите могут возникать как умеренно протекающий отечный панкреатит, так и деструктивная его форма. Попадая в фатероампулу, камни общего желчного протока могут послужить причиной развития острого бильярного панкреатита. Вторым осложнением идет острый холонгит или воспаление желчных протоков, который был впервые выделен черкотом в 1877 году. Развитие воспалительного процесса в желчных протоках обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это инфицирование по продолжению, когда воспалительный процесс переходит со стенок желчного пузыря на гепатодуаденальную связку, приводя к инфицированию желчи в бильярной системе или поступлении инфицированного содержимого из полости желчного пузыря в гепатико-холедах. Во-вторых, при наличии во внутри или в непеченочных желчных путях бильярной гипертензии, обусловленной различной патологией, а именно холедохолитиазом, структурами гепатико-холедоха, стенозом большого сосочка двенадцатиперстной кишки и другими с последующим развитием гнойной инфекции. Недомогание и лихорадка сменяются озномом с обильным потоотделением. Перемежающаяся бильярная лихорадка Шарко это имеет свое название. Некоторые составляющие триады Шарко, например, лихорадка, боли, желтуха могут отсутствовать. Лабораторные исследования включают определение количества лейкоцитов, показания функций печени, почек и посевы крови. Редко может наблюдаться пентады Рейнольца. На фоне триады Шарко появляется артериальная гипотензия и спутанность сознания. Также к осложнениям данной патологии относят абцессы печени. Когда они возникают? Когда в отсутствии адекватного лечения инфекции и дренирования бильярной системы возникает холонгит. Опять же, если этот холонгит адекватно не лечится, это все приводит к возникновениям абцесса печени. Могут быть одиночными, могут быть множественными, иногда приводит к деформации с давлением проксимальных отделов желчных путей. В этом случае пациенты имеют не только септическую симптоматику, но и возникает явление внутрепеченочного холестаза. К осложнениям относят билиодегестивные фистулы. В 80% случаев причиной внутренних желчных свящей является длительное существование калькулезного холецистита. После испаивания спаленного желчного пузыря с участком кишки, это обычно или двенадцатиперстная кишка, или тонкая, и образование фистулы камня попадают в просвет кишечника. Тем самым они могут даже полностью перекрыть его просвет, вникает в этой ситуации так называемая желчекаменная кишечная непроходимость. На этом слайде как раз схематически изображены билиодегестивные фистулы. Вот как раз произошло спаяние в первом случае был просто желчный пузырь с камнями. В случае длительно протекающего воспаления происходит спаивание стенки кишки и желчного пузыря. Впоследствии прошу прощения образуется фистулы, через которые эти камни могут эвакуироваться в просвет кишки. к очередному осложнению острого холецистита относят синдром Меризи. Меризи это аргентинский хирург, который впервые описал этот синдром и получил в свою честь название. Он основывается на интероперационной холиографии. Автор впервые описал сужение общего печеночного протока, а также свич между желчным пузырем и внепеченочным желчным протоком. Именно Меризи высказал предположение, что это этапы одного процесса. Вообще выделяют две формы синдрома Меризи. Первая это острая форма, морфологическая основа которой является сужение просвета максимального отдела гепатико-холидаха и хроническая, когда возникает свич между желчным пузырем и внепеченочным желчным протоком. Основными этапами патогенеза синдрома являются первое это сдавление просвета протока извне, появляющийся чаще всего на фоне острого калькулезного холецистита, структура внепеченочного желчного протока, перфорация гепатико-холидаха при наличии структуры, формирование пузырных гепатико-холидахиального свища с одновременной ликвидацией структуры. Какие выполняются виды хирургических операций при остром холецистите? Это традиционная холецистектомия, различным доступом может быть выполнена. Второе это видеоролопароскопическая холецистектомия и третье это так называемая мини-холецистектомия, которая выполняется через открытым способом, но разрез, длина разреза крайне минимальна, полтора, два, три сантиметра в зависимости от тучности больного, но для выполнения этого вида вмешательства требуется специфический инструмент, например, здесь на слайде этот инструментарий из набора мини-ассистент. На этом слайде представлены разновидности хирургических доступов, которые могут применяться при остром холецистите. Этот слайд является продолжением предыдущего. Хотя следует сразу отметить, что наиболее распространенные доступы показаны именно на этом рисунке, а именно верхняя срединная глопаротомия, правосторонний параректальный и правосторонний трансректальный и параректальный разрез. Это наиболее часто используемые доступы к желчному пузырю. все остальные производятся как правило в случаях технических каких-то сложностей, а чаще всего в случае если пациент имеет сопутствующую хирургическую патологию, которая также должна быть оперативным способом разрешена. На этом слайде показана холецистиктомия одна. Вообще выделяют два типа холецистиктомии открытых это от шейки и от дна. На первом этапе холецистиктомии от дна выполняется выделение желчного пузыря, выделяется он из его ложа. На втором этапе перевязывается артерия вина и пересекается. После этого выделяется, перевязывается, пересекается пузырный проток. Вот этот слайд пересечения пузырного протока. И последним это перитонизация ложа желчного пузыря, но это классическая методика с сушеванием ложа. Сейчас более широкое распространение получают электрокоагуляция ложа, или электрокоагуляция, или плазменно-аргонная коагуляция, которые существенно сокращают время выполнения операции, тем самым, как говорится, принося определенную пользу. И также являются эффективным в плане гемостаза, а даже более эффективным зачастую, чем простое ушивание ложек. Здесь видим холецистоктомию от шейки. Здесь первым этапом всегда идет перевязка пузырной артерии вены, вторым выделяется доктус цистикус, перевязывается и пересекается, после чего желчный пузырь отделяется от своего ложа. Дальше эта ложа либо ушивается, либо коагулируется. Поговорим теперь с вами о такой операции как холецистоктомия. Она тоже имеет ряд своих показаний, например, когда пациент имеет декомпенсированную сопутствующую патологию и более обширное вмешательство в виде холецистоктомии может ему только навредить. Либо в ситуациях, когда отсутствует опытный для этой операции хирург или отсутствует оборудование для этой операции. То есть хочу сказать, что этот вид применяется, но достаточно редко. Здесь вы можете видеть, как выполняется доп к желчному пузырю. Первым этапом на чревные сосуды берутся на зажимы, перевязываются или электрокоагулируются и пересекаются. Вторым этапом мы рассекаем апоневроз задней стенки влагалища правой прямой мышцы живота вместе с брюшиной. Здесь вы видите воспаленный желчный пузырь, припаянный к нему, к его стенке прядью сальника, большого сальника. Ну а далее накладываются швы держалки на дно желчного пузыря, производится пункция и эвакуация электроотсоса содержимого желчного пузыря. Стенка рассекается, камни потом, как я уже говорил, удаляются из полости пузыря. После этого мы вводим просвет желчного пузыря катетер и фиксируем, вернее, вначале накладывается кисетный шов, после этого вводится катетер, кисетный шов затягивается, стенка желчного пузыря вокруг дренажа подшивается к рейтальной брюшине и рано наглухо ушивается. Вот это схематическое изображение того, как выглядит эта область после выполнения холецистостомии. На этом все. Спасибо вам за внимание и всего доброго.